Виталя Итак, как сказал бы мой брат Виталя, началось утро в полхозе. Рассвет в горном лесу. Это отдельная сказка. Вот я уже на Тарактавской тропе. Здесь всё прохладно. Раннее утро. Тарактавская тропа протяженностью 3,5 км. Перепад высот около 600 метров. Цель. Я хочу подняться к скальному Тарактавскому гребню. У меня есть надежда, что там ещё лежит снег. Либо снежник, либо ледник найти. И увалится снег, когда вокруг всё расцветает. Птицы уже по весеннему поют. Полным ходом весна. С первым апреля. Вот метки начинаются. И тропа начинает петлять, петлять вверх. Путь, в принципе, по сложности довольно будет проблематично. Я потянул ногу, поэтому буду идти не спеша. По сути дела, путь должен занять около четырёх часов. Тропа с серпантином выводит скальным образованием. И чтобы подняться на высоту более 1200 метров, придётся приложить немножко усилий. Впереди горная гряда, заканчивающаяся скалой Ставрикая. Но наш путь ведёт немножко влево. Очень скоро начнётся крутой подъём. Девственный лес хранит тишину и молчание. И только пение птиц нарушает эту тишину. Постепенно лес переходит в скальные выступы. Далее тропа ведёт по Боткинской тропе к утёсу Ставрикая. Тарахтарская же тропа сворачивает влево по крутому подъёму. Утром, когда я смотрел с балкона на звёзды, было два градуса. Солнышко подымается и ощущается резкое потепление. Справа по борту ущелья течёт река Учан-Су, которая превращается в водопад. Сейчас высота уже порядка 700 метров над уровнем моря. Вот здесь и начинаются пейзажи, по которым можно уже писать картины. Всё дальше позади остаётся цивилизация и всё выше тропка ведёт в горы. Постепенно раздеваюсь. На этой высоте и дышится уже абсолютно по-другому. Другой воздух. Вот начинается участок пути, который неподготовленным людям даётся особенно тяжело. Я крайне редко делаю в пути привалы, но здесь чувствую, что уже можно и привалиться. Обычно у каждого путешественника есть несколько целей. Вот сегодняшней целью является не только достичь высоты 1233. А однажды я на Таракташе нашёл отискомонита, поэтому вот есть огромнейшее желание поискать в обломках скал что-то более существенное в коллекции. На этих высотах уже начинают встречаться бутоны горных пионов. Нераспущенных, но уже дозревающих. По пути начинают встречаться первые окаменелости. Первые находки – коралл и двустворчатый моллюск с однодревнего океана. Войдя в ритм подъёма, идти становится намного легче. Выше этого подъёма будет один перевал, а там к Таракташе уже и рукой подать. Даже на эту высоту доносится шум речки Учансу. Казалось бы, к Плате уже и рукой подать, но на самом деле это далеко не так. Далеко внизу остались войны и революции, а впереди рассветающая весенняя жизнь природы. Слева по курсу осталась гора Магаби. Впереди же ещё сотни метров подъёма. Даже вековые сосны не выдерживают ветров такой силы, которая дует на этой высоте. Над кронами деревьев уже виднеются первые скалы скального образования Тарактаж. Первый зубец. Цель становится всё ближе и ближе. Гора Педикюль уже осталась ниже. На этой высоте ощущается дуновение ветра. Здесь немного прохладнее, чем внизу. Каждый шаг прибавляет высоту по вертикали. Вот скатившись по такой цепочке, удовольствие вряд ли получит кто-то. Сорвавшийся камень долго катится вниз. За этим перевалом, по сути дела, начинается последний подъём к Тарактажу. Впереди на скале что-то ярко блестит. А блестит табличка, пещера Тарактажская. Табличку установили, знак установили в 2012 году, как написано. Я ходил раньше, поэтому не видел. Из пещеры дует, тянет конкретно холодом. По всей вероятности, пещера глубокая. На пути нет сложенных троп, кто им идёт одинок и в опасности. Но путь осилит идущий. Тибетская мудрость. В течение получаса я достигну скального гребня Тарактаж. Весеннее спаривание клопов-солдатиков. Позади остаётся нелёгкий путь, но самое интересное впереди. И я достиг цели. По всей вероятности, сейчас я даже успею подняться на плату. Там тоже рукой подать. Путь осилит идущий. Несмотря на солнечную погоду, ветерок освежающий. Опять одеваюсь. Вот в ущелье виден ледник. И снега немало, скажем прямо. Но наш путь лежит ещё выше. Рельеф заметно меняется. А вот и вход в урочище Тарактаж. Через пять минут я зайду в урочище Тарактаж. И, в принципе, одна из целей достигнута. Последние усилия и победа. Все сложности остались позади. Вот и преддверие в урочище. Вдали виднеется Никитская яйла. Чуть ближе идёт хребет Иогров. Внизу виднеется утёс Таврикая. И идеальная тишина. Ни с чем не сравнимое чувство радости преодолевает. Когда вот так вот после зимней спячки. Поднявшись на такую высоту. Аблизация осталась внизу. Даже на Ставика Я смотришь, мне кажется. Маленьким-маленьким низеньким полником. По сравнению со всей этой мощностью, грандиозностью гор. Вот это и есть настоящий кайф. Я уже как-то говорил, люди, которые поставят цель и достигнули её, останавливаются на ней. Я же от поставленной цели иду дальше. Сегодня мой путь туда-туда-туда. Всё это остаётся мизером по сравнению с тем, что впереди. И погодка вдаваясь на славу. Это настоящий кайф. А вот он парадный вход в рочище Тарактаж. Для людей сакрофобии, которые боятся высоты, путь упрощён. Всю дорогу меня сопровождали сокола, ястреба. А здесь, по идее, царство ранних. Выроны на каждом шагу. Вот он ледник. Теперь я с уверенностью могу сказать, что я достиг цели. Я дошёл до снега. И в этом кусочке дикой природы солнце, походу, бывает нечасто. Я вчера пообещал, что приземлю свою задницу в снег сегодня к обеду. Мне не верили. Вот он, снег. Снежке не поиграешь, конечно. Снежке не поиграешь. Но, пользуясь случаем, хочу передать привет своему товарищу Мише. Не бывают цели, которые не достигаются. Нужно просто к ним идти. Вот тут снег, о котором мы вчера говорили. 1 апреля. Но самое интересное было впереди. Здесь нет ветра. Ущелье находится между платой и стальным образованием зубцами тарактаж. И поэтому здесь не просто тепло, здесь абсолютно тепло. Блаженство. Красиво, сухо, 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 сухо. вот первое окно гребня за 15 минут что я здесь нахожусь уже два раза были обвалы гремит реально страшновато но наш путь идет немножко дальше царактаж является одним из ярких примеров эрозии и выветривания скал причудливые формы скал создавались не столетиями и тысячелетиями миллионы и миллионы лет и судя по тому что я здесь нашел фрагменты крупного аммонита здесь также были островки суши древнего океана тетис а вот и второе окно на всем протяжении пути нас встречают каменные извояния вот и третье самое большое окно скале из него простирается и краснейшие виды нигде кроме тарактажа вы не встретите скальных образований такого типа здесь природа работала очень и очень долго потрудилась на славу но сотворила красоту лёгкие дуновения ветерка нарушают тишину хотя целом тишина здесь идеальная немножко ниже гора а с другой стороны за урочище мы видим скалы вершина плата здесь дышится по другому вдумается по-другому и видится по-другому а из среднего окна открывается шикарнейший вид на ялту вот оно среднее окно здесь без объяснений видно на какой высоте находится скальный гребень это вот и есть сплошная стена скального гребня тарактаж это вот и есть сплошная стена скального гребня тарактаж Но все-таки нельзя скрыть желание пройти дальше вглубь ущелья и посмотреть ледники, которые покрупнее предыдущих. В глубине ущелья снежок затаился и, по идее, пролежит еще достаточно долго. Итак, путь лежит дальше в затерянный мир Таракташ. Сквозь стену Таракташа солнечные лучи пробиваются на дно каньона. Но еще немало времени пройдет, пока растает этот снег. Хотя солнышко доходит уже и сюда. Разломы земной коры здесь как бы в норме. Слева и справа скалы. И вот впереди открывается шикарный вид. Ущелье с другой стороны. Эти скальные образования напоминают буддийские храмы из Индии или Дальнего Востока. Очень похожи на буддийские храмы. В самом каньоне тоже по дну лежит снег. С этой стороны его меньше немножко. Но здесь как бы больше прогревается солнцем. И все-таки скульптор природы творит неповторимые чудеса. А вдали я услышал первые голоса людей. За весь мой путь я уже около шести часов нахожусь в горах. Это первые туристы. Это конечные стены Тарактарской пропасти. Скалы высятся. И сверху, и снизу. И вот прямо надо мной уже плата. Я нашел еще одну пещеру. Но не вижу смысла к ней добираться, ломать ноги. Это как-нибудь потом. Когда взгляд находит что-то интересное и внимание привлечено к чему-то другому и над головой проносится со свистом копчик как у сектора газа прямо жим-жим. Путешественникам, решившим отдохнуть в горах Айпетринской яйлы я рекомендовал бы обязательно посетить урочище Тарактаж. Здесь есть на что посмотреть. Римский лимонад. Напиток богов. По сути дела на поиски окаменелости времени уже не остается. Это вот все трофеи, которые встретились на пути. Солнце поднимается выше, то есть оно уже в зените и тени очертания скал более контрастно вырисовывается среди общей массы скал. Пришло время прощаться с буддистскими храмами. Потихоньку надо возвращаться цивилизацией. КОНЕЦ Тарактажа Ну то заканчивается путешествие в затерянный мир Таракташа. Впереди путь в цивилизацию. А позади остатки зимы и снег на дне каньона. Вот они тибетские храмы крупным планом. Вот опасные участки для экстремалов. Прощание со снегом и тропка ведет вниз. Зачем мне со снегом последним в этом году урочище Таракташ я думаю не последний раз сюда приходил. Вот только снега уже не будет. А вот они в двери в другой мир. Это уже выходная плата. Тропка вверх и прямо над нами уже плата. Но это совсем другая история. каменные изваяния слева и справа. День пролетел незаметно. Эмоции через край, впечатлений через верх. Все путешественники стараются запечатлеть это окно в скалах. Вдали виднеется Магаби и теперь тропинка будет вести только вниз, вниз и все время вниз. далеко внизу как на ладошке видно Ялту. Вот они древние моллюски и кораллы. первобытных морей. Ну вот кораллы такого вот типа. Более крупный образец. Похоже на аммонит. А это вот все-таки оказалось не аммонит а морской еж. Я нашел точно такого поменьше. Вот форма снизу точно так же пятачок вот такой вот формы морской еж. аммонит. А это вот трофеи из похода на тарактаж. Кораллы застворчатые моллюски членники морской лилии и морские ежи. Вот несколько экземпляров будет уже новой в коллекции. Морские ежи такого вида и губки. Редактор субтитров